Вот дорогие жамбульцы, ныне тарасцы, друзья, все кто любит наш город. Я сейчас вот подхожу к одной из улиц, которая по праву считается, наверное, самых таких центральных жил в городе. Или жил, или сосудов, уже медицинские термины можно применять. Эта улица, сейчас я оглянусь тут, посмотрите, такие вот деревья здесь мощные, тополя. Да, вот эта вот улица Ворошилова, мы с ней проходили с вами несколько дней назад полностью. Школа вот тут вот, 16-й имени Карбышева. И вот этот вот перекресток, перекресток он бывший трудовой. Ворошилова Байзагбатыра и вот трудовой. Сейчас это улица Камратова. Это вот перекресток, там дальше вот элеватор по Ворошилову, если дальше идти. Ну и вот здесь вот такая вот... Раньше здесь 21 маршрут ездил вот здесь. Кто помнит, такие старенькие были автобусы. Я даже помню еще, эта улица, она была булыжной мостовой в детстве. Это где-то в 60-х годах. Тут вот остановка вот здесь вот была, 21-го автобуса. Эти вот трехэтажки я хорошо знаю, помню. Как-то я там съемки делал тоже во дворе. Вот это вот начинается улица Трудовая. Ну, она сейчас делится теперь, эта Трудовая, на проспект Жамбыло и Камратово. Вот это вот сейчас Камратова улица. Тут вот поликлиника. Немной стационар 8-й поликлиники. Здесь дорожные поликлиники. Это позже уже здесь его построили. Лет 15 назад, наверное, 10. Здесь вот какое-то вот были раньше, вот видите, вот где деревья. Что-то какое-то было предприятие, тоже связанное с Орснодом, что ли. Это старые, вот эти вот трехэтажки, здания еще. Они старше меня, наверное. Такое впечатление складывается, потому что я в детстве их хорошо помню. Вот тополя эти тоже у вас. И вот сегодня, дорогие, я приглашаю вас на увлекательнейшее. Наверное, только для фанатов нашего города. Путешествие. Полностью пройти. Это, наверное, можно сказать, сравнимо с авантюризмом, наверное. Я решился. Алимхан Камратов сейчас называется. Видите, вот уже номер 15 мы видим. Хотя там всего-то там несколько один домик только. А уже что-то 15. Вот такое вот авантюрное у меня желание пройти. Ой, какая красавчикая бабушка. Маки растут, смотрите. Сейчас апрель. Какая красота. Маки здесь. Березки. Вот тут расчетный центр хормональных услуг. За газ можно за все заплатить. Вот тут тоже давно уже построили участковый район. Ну вот, будем с вами, наверное, часа два сейчас будем идти. Хватит батарейки, заряда. Также и памяти телефона. Ну вот, мы с вами пройдем. Я хотел сказать, что... Вот улица Трудовая, это одна из известных улиц. Еще, наверное, сравнимо, наверное, с этой улицей, наверное, коммунистической обычно, сейчас-то любимой. Вот это вот раньше тут пустырек был, он и сейчас тоже пустырек. Что-то тут продается кто-то участок. Участок. Тоже что-нибудь построят тут. Вот. А вот тут, посмотрите, участок, вот видите, огороженный. Огороженный участок продается с участком полгектара. Вот это вот, да. Частная территория какая у нас бывает. Там, наверное, несколько домов. Огороженный, высоко, тоже давно тут уже построили кто-то. Еще в те времена. Оглянемся немножко. Здесь вот какое-то предприятие, видать, еще тогда было, и сейчас, не знаю, принимает груз в Алматы. Автобусный здесь какой-то парк. Или здесь можно в Алмату кто едет, можете заказать, и вам отвезут в Алматы у груз. Вот видите, какой-то трехэтажный дом. И четырехэтажный. Полгектара участок. Продается, главное, полностью, надо же. Весь дом, что ли, тут продается, и участок. Вот это да. Были бы деньги, я бы купил. Наверное, я перейду сейчас туда, чтобы по правилам действительно ездить. Ходить тут по правилам. По обочине, если идти, надо с левой стороны идти. Хотя это тоже опасно. Могут ДПС, Дорожная патрульная служба, могут остановить, сказать, ты что тут создаешь ситуацию. Но будем надеяться, что без этого. Вот с вами идем. Доходим до... Переолочка. Переолочек клубная, по-моему. Если не ошибаюсь. Вот это вот. Это вот клубная точно. А позади меня... Не могу сказать. Подзабыл уже. Некоторые делают замечания. Я не обижаюсь, дорогие зрители, земляки. Когда мне говорят, что... Мол... Ты сначала подготовься. Изучи тему своего маршрута. Все переулки. Вот 182-й, видите. Быстро уже тут 182-й счет набрался. Интересно вообще. Где-то что-то я, наверное, пропустил. Мне кажется, этот переулок, наверное, это там был... Туда. Загиб был туда. Нет, оттуда вы идет. Нумерация оттуда идет, да. А то, что мы начинали... 15-й номер, я тоже удивился. Я говорю, тут странные какие-то вот нумерации. Готовик. Оказывается, мы идем сейчас против нумерации. На уменьшение идем. Ну, это потому что улица, она... Камратово, она начинается с украинской, оттуда. Поэтому мы сейчас счет ведем обратно. Я забыл вам сразу сказать. Потому что вся трудова, если посчитать, там, наверное, у ее... Там 500, наверное, будет номеров. А там уже начинается... После Камратово, с украинской, там идет уже проспект Джамбел. Мы сейчас туда и зайдем. И будем там проходить. Ну, продолжим с вами. И вот, значит, замечание делаю, что вот надо изучить. А потом уже идти и уже не говорить, что это не знаешь, что это не знаешь. Дорогие, я... Во-первых, даже изучив, я все равно забуду. Вот. А во-вторых, я думаю, что я вам показываю. Мне, например, не обязательно знать все. Вот зрители, которые смотрят, они, наверное, в памяти своей они вспомнят все эти переулки. Я только указываю на переулки. А уже зрители, земляки уже можете там сделать какие-то комментарии тоже. А кто-то, может быть, знает. Можете дополнить мое незнание. Давайте будем вести, как бы, диалог вот так. Я непрофессиональный какой-то там журналист или корреспондент. Я уже занимаюсь этими съемками давних времен. Больше десяти лет уже, мне кажется, на ютубе даже. Больше десяти лет. Моя задача была только лишь передать обзоры. Начинал я сначала просто обзоры перекрестков улиц. Они, как бы, сосредотачивают сразу внимание на определенные участки, запомнившиеся зрителям, нашим землякам. Перекрестки – это такие моменты, как бы, вещи, которые легко запоминаются и можно даже сравнивать. А когда вот так вот идешь между перекрестками, не все могут узнать или еще что-то. А перекресток, он дает некоторую ориентацию в пространстве, где мы находимся и в какой город. В каком месте. Поэтому уж меня простите, я что-то, если не знаю, я буду говорить, не знаю. Но на переулок, допустим, или улице я укажу. Укажу. Это вот перекресток. Здесь с вами я проходил, когда шел по-ташкентски. А теперь я на него попал уже со стороны трудовой. Ну, все равно, ради справедливости, я его сниму. Здесь вот этот карман. Туда дальше идет Клермонтово, Ташкентское идет. Такие цены у нас бензина, видите? Дистоплива что-то нет. Вот осталось 5 секунд, сейчас мы будем переходить. Вот такие торговые центры у нас на углу здесь стоят. Переходим, друзья. Переходим. У нас вежливые водители. Вежливые. Пропускают. Хотя все торопятся, я медленно иду. Ну, хоть не сигналить. Вот я перекресток прохожу. Вот мы добрались с вами до перекрестка Ташкентская. Камратова, обычно, трудовая. Говорю, что отчет идет у нас в обратную сторону. Отчет идет. Домов, нумерация домов. Вот 148-й. Как раз мы увидели там машину, вот ДПС. Хорошо, что я не оказался на обочине, а то меня могли бы остановить. А я по тротвару шел. Как примерный пешеход. Вот так вот у нас тут растут. Видите, с асфальта прям. Адуанчики. Я здесь немножко все равно, наверное, выйду. Иначе вы тут ничего не увидите. Что мы с вами проходим? Тот 144. Вот. Что же улица? Что за улица, не знаю. По-моему, это улица Смоленская, похоже на нее. Если не ошибаюсь. Да, по-видимому, Смоленская улица. Куда дальше идти и идти. Там есть церковь адвентистов седьмого дня, субботники. А направо там, если завернуть, то попадете. И двадцатую школу. Как-нибудь мы и по ней пройдем. Я тут участок тоже потом захвачу. Там улицы и западные есть. Видите, какой строят он здесь дерево. С бревен. Наверное, какое-нибудь кафе. Экзотическое. Вот мы с вами подходим. Ох, какие тут семейный ресторан. Ой-ой-ой-ой. Я уже и не помню даже. Семейный ресторан. Раньше вот здесь вот. Вот здесь вот магазинчик был. Мы его снесли, убрали. А напротив вот такой огромный ресторан, семейный. Вот этот дворец. Тут вот улица. Улица вот такая-то. Похожа на... То ли стационный, то ли... Не знаю. Тоже вот могу ошибиться. Подскажите, что это за улицы. Здравствуйте. Вы не подскажете эту улицу? Как называется? Никто не знает. Ну, хорошо. Ладно. Там кто-то, может быть, если это, то можете подсказать. Я помню, что это связано. То ли строительное, то ли стационарное. Но электристика у нас есть. Какая-то вот такая вот. Может быть, строительное. Забыл вот сейчас это слово. Так. Ну, вот дальше мы с вами идем. Здесь вот такие вот, смотрите, домики. Советского периода еще. Старо-советского периода. Посмотрите, какой домик. Симпатичный. Здесь тоже вот какой-то район такой. Оазис такой. Двадцать восьмой. Поглянемся вот так. Как бы время тут остановилось. Здесь, правда, вот ворота поставили. А дом такой же, там он остался. Вот гостиница. Танакуй-то тут построили. Видите. Чемпион называется. А, кемпинг. Кемпинг. Номера там. Вот какой-то проволок. Переулок. Тоже сюда пойти. Куда-нибудь да попадете. С левой стороны там тринадцатый. Сто тринадцатый. Сто одиннадцатый. Продуктовый магазин. Здесь вот ресторан корейский. А, вот корейский это Дирт называется. Магазин называется Дирт. Тоже давно он называл. Жилет двадцать больше. Дирт. Там вон переулки. Мне кажется, переулки девятого января. Вот, скоттер едет, как опасно. Вот, кафе Дирт. Корейская кухня. Если вы захотите покушать корейской, европейской кухней, вот здесь приходите. Покушайте. Вот Дирт. Я в этом районе раньше жил неподалеку. Сейчас вот прохожу, как будто я иду по совершенно какому-то другому городу или улице, где я жил. Ну, я жил там немного. Ну, лет шесть, наверное. Семь. Вот кафе тоже, Глория. Это вот девятый января улица. Помню, тоже остановка была. Вот. Это опять ДПС. Видите, проехали? Я хотел уже выйти на этот, на улицу. Вот девятого января я еще не походил. Как-нибудь я тоже пройду специально. Она коротенькая такая. Улица. Райхана. Райханана. 108-й вот номер. С левой стороны тут хоромы. Хоромы. Вот помню, здесь вот раньше 9 января здесь это вот корма продавали тоже. Один человек, он занимался. Вот какой домик симпатичный. Вот такие вот дома построили, хоромы. Вот старенькие домики ставили, видать. Потом, когда построят, это снесут. Живут, наверное, временно в старом доме. В огороде строят. Сейчас в основном люди не покупают готовые там жилье, особенно если старое, чтобы в нем жить. Покупают, чтобы видеть, какие кристаллы. Какой-то магазин. Вот ресторан. Ресторан. Марварит. Марварит. А тут вот на Узбайхана. Самсунги. А, Самса Тума. Самса Тума. Самсунг можно. Марварит. Марварит КП. Пятизвездочный кафе. Вот тут охранник для же будки сидит. Да, тут не узнать многое тут. Все поменялось. Мы сейчас подходим к Минжинскому улицу. К пересечению. Седьмой. Здесь вот тоже дом. И вот это вот тоже проулок. Это проулок. Я туда пройду. Все-таки это считается, что это улица Камратова. Я пройду сюда. Вот. Вот 79-й, а тут 87-й. Видите, с 87-го 79-го по 87-й тут вот и спрятаны эти вот участки. Раньше здесь вот был проходной, как говорится, вот это туда, через речку и туда можно было пройти. 9-й января. Сейчас вот так вот здесь. Больше не святой Дин Камратова. 85-й. Вот они все, вот эти дома тут. Вот здесь вот был проход оттуда дальше. Вот здесь. Где елочки туда. Мы его заделали. И вот это вот дом. Вот здесь вот я жив. Это уже не мой дом. Все полностью перестроили. Это уже не мой дом. Вот этот огородик был. Вот. Полностью перестроен. Уже не мой дом. С правой стороны здесь вот, помню, кореянка жила. Соседи. Вот время летит. Это с 2006-го года. Я тут не живу. Тополь так и остался. Вот стоит. Вот так вот, дорогие друзья. Возле ворот не парковаться. Написано. Тут тоже вот. Куда вот переулок. Идет до этого, до Карасу. Комсомольского озера. Вот эти вот домики кирпичные тоже, наверное, помните. И давно уже построены они. Какие-то такие тоже особенная архитектура у них. Там вот проходик есть. Вот туда налево. Это школа, 20-ю школу. Бывший имени Свердлова. Вот 77-й дом. 75-й. Вот туда, если идти, то попадете в Комсомольское озеро и школа номер 20. Бывший имени Свердлова. Сейчас не знаю, как называется. Тут вот построили детский садик. Здесь вот тоже старенький домик. Кафе. Вот старенький домик тоже затесался, 71-й. А рядом вот такое громадное рекламное вот такое призывается людей. Раньше такие ворота были. Деревянные, помню. Начиналось это 20 с чем-то лет назад. Сейчас уже, видите, как дошло? Каусар. Это вот сеть таких вот каусаров. Вот, вот, видите, вот такая. Оказывается, они рядом пристроены. Вот такой едет. Газ. Вот там этот дорожный патруль тоже проехал. Продается. Тут где-то был магазинчик, но уже я вижу, его нет. Убрали его. Раньше был магазинчик, сейчас его нет. 63-й. Вот, посмотрите. Немудрено тут не узнать, кто уехал 20-30 лет назад такого вы не видели. О, видите, какой. 59-й дом. Вот, подходим потихоньку к улице Минжинского. Профи-центр здесь, видеокамеры. Всякие эти сигнальные лампочки. Какой вот тополят, посмотрите. Срубят их. Что потом будет на месте, не знаю. может оставить. Кабратово 51. Вон какой-то трехэтажный стой. Это частный дом, наверное. Не похоже, чтобы какой-то ресторан. лифте окна. И вот старенький дом. 48-й. Тут мы уже проходили с вами один раз, пересекая Минжинскую. в лицо. Тут только еще то-то было кирпичное. Вот она улица Минжинская. В ту сторону вот. Она упирается там прямо непосредственно в Комсомольское озеро. Озеро Зербулак называется. Мы уже с вами через минут 15, наверное, 10 Камратово участок трудовой мы уже заканчиваем. Закончим. Нам надлежит еще пройти Свердлова. Бывшая сейчас Мухаммед Хайдар Дулати. Вон тоже домина, видите, двухэтажная. По размеру он трехэтажный, но там, видать, два этажа такие там ой-ой-ой. И вот старенький затесался домик. Кто-то, может быть, жил, вспомните, вообще деревья тут остались, кто-то тут, может быть, на этом месте жили, уехали. И вот только указывают на только вот эти вот большие карагачи и клён. Вот тоже 41-й старенький домик. Это вот улица, по-моему, Тюленина. Вот тоже канакуй. И мы подходим. Вон там видно, видите, разрушенные крыши. Это вот это кинотеатр Мир. Высший кинотеатр Мир. Так его и не восстановили. Так и не восстановили его. Вот торговый дом. Ламина. Торговый дом. Продукты. Продукты здесь вот. Тоже дома выкупили. И вот магазин сделали. Камратова 24. а вернее 34 продаётся. Вот подходим в магазин. Раньше вот здесь ступеньки вот тут. Магазин продуктовый был. С крылечком был. Здесь собирались этот уголок. Тут центр был, как говорится, продуктовый. Приходили сюда за хлебом, за молоком. Кто-то помнит, кто-то, может, из водителей привозил сюда продукты. Вот улица Свердлова. Вон кинотеатр Мир там. Я съёмки делал, там на канале можете найти, посмотреть. вот это улица Свердлова. Сейчас она Мухаммед Хайдар Дулати. Вот она тянется прямо в зону отдыха. Зербулак. Здесь Потом вот этот магазин, я о котором говорил, потом ещё назывался этим Любимый назывался Атон. Любимый. Вот тут видите, тут оазис сделали из плодовых деревьев. Оградили решёткой, сеткой рабицы. И здесь участок такой черешня, яблони, вишни. И вот тут на углу видите, какой дом построили. Какой-то центр, баня. А, баня, да. А в рекламе там написано массажи. Тут парикмахерская была раньше, или магазин Маляка. Маляка, Маляка. Ну, его уже давно не существует. А это вот вафельный цех. Кто помнит, тут жили бывшие. Сейчас автозапчасти тут. Вафельный цех. Вафли здесь пекли. Запах здесь всегда здесь стоял. Кондитерский такой вкусный. Запах. здесь проходик есть. Переолок Куйбышево туда. Видите, проходик. Туда можно попасть. По-моему, четвертый переолок Куйбышево. Если не ошибаюсь. улица Куйбышево. Сейчас она сомен Данилой называется. Мы сейчас будем ее проходить, пересекать саму улицу. Вот, посмотрите, какой тридцатый Камратова домина. Кто жил здесь по-трудовой, нумерацию уже забудьте. нумерация здесь уже совсем другая. Снесли всю нумерацию. Сейчас новая улица, начинающая от улицы Украинской и новая нумерация. Поэтому сложно вам будет ориентироваться. Только вот где-то может я показывал старенькие домишки. На них только можете ориентир вести. деревья могут подсказать. Смотрите, ряд стоит этих топольей. Вот тоже бывший магазин тут. Такие вот здесь построили студию автосвета. Ох, давно я тут не был. Я имею в виду пешком. На машине проезжаешь, пролетаешь даже и не замечаешь. А тут пешком когда идешь, вот эта остановка тут была. остановка. Уже даже не помню какие автобусы тут ездили. Тоже наверное 21 12 наверное. Вот смотрите Уйбышева улица в Саминданинувой перекресток. Сейчас мы оттуда я поверну улица Куйбышева Саминданинува. Это неасфальтированный здесь участок от трудовой до октября без дороги без ремонта. Наверное что-то планируют здесь копать. Вот такой домин тут строят. Быстро строят. Еще недавно здесь просто домик стоял. Правда уже был заброшен. Такое впечатление будет что он без хозяина. А сейчас он полностью на участке двухэтажный дом. А может и трех будет жилой дом. Потихоньку подходим к началу Камратова. Но продолжение трудовое если по-старому. Продолжение правда в обратную сторону. опасно еду. Опасно еду. По-другому никак надо оба берега так сказать надо снять. Вот поэтому вот уже там машина заворачивает Кунаева бывшая украинская. Вот тоже дом какой красивый красавицы. 13 Камратов. здесь здесь по-моему приозерная что ли вот эта улица или как ее озерная по-моему это вот Чаполино ресторан детский ресторан здесь родители с детьми приходят и дети тут развлекаются пока родители празднуют детки могут там заниматься всякие аттракциончики там горочки с ними занимается специальный сотрудник и дети не отвлекают родителей от приема пищи и празднования грузинская кухня смотрите видите мимино там профиль видите макарчан мурзик макарчан и этот певец грузинский кикабидзе вахтан так вот зазывают люди вот старенький домик видите 12 затесался там продается кстати интересно какие его цены какой вот алтун алтун ресторан алтун салтан 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 золотой вот тоже старенький домик вот продам участок под бизнес домик советского времени маленький такой инвента салон красоты инвента мимино 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 ну вот смотрите вот еще тоже рядом видите пока еще не выкупили я говорю здесь если будут покупать то эти домики сразу же снесут только участки здесь вот тоже видите свеже построены еще не закончили строительство кафе вот все кафе видать это очень прибыльное дело если если не было на прибыльном наверное вот я хотел обратить внимание на такую кучу деревьев старых посмотрите скопление какое карагас обнялся с этим тополем видите здесь вот кумыс продают видите написано кумыс вот это вот перекресток мы дошли до перекрестка с украинской улицы украинская большой участок мы с вами прошли вот вот посмотрите видите какие деревья тут большой участок прошли да но он крохотный по сравнению что еще надлежит нам пройти вот улица украина мы здесь с вами проходили поэтому сейчас я тоже пройду пока еще есть счетчик мигает светофор мигает вот вот с этой улицы украинская сейчас Канаева трудовая перестала существовать и переименовали этот отрезок Камратова и отсюда нумерация соответственно идет а вот здесь это гостиница тут вот переулки наверное переулки трудовой мне кажется вот эти все это улица Кунаева остановка я наверное сделаю так сейчас я приостанавливаю отрезок отрезок Кунаева который я его просто приостановлю здесь она уже закончилась вот трудовая продолжается это уже относится к украинской улице видите дом развалился это это уже к украинской не относится вернее это Кунаева поэтому сейчас я приостанавливаю а потом продолжим с вами уже проспект Джамбыла а наименование я напишу это бывшая трудовая вот так наверное сделаю до встречи сейчас не расходитесь там ищите вторую часть наших съемок